У рашистов не принято критиковать высшее военно-политическое руководство вообще, но когда речь заходит о каких-то вопросах, на которых с царя явно заклинило, тем более. Тем не менее, сейчас там оформляется новый вид писательского жанра, когда вроде бы критики в тексте нет, но тем не менее, те, кто в состоянии читать между строк, находят интересную информацию. Все это напоминает советские времена, когда критика или какие-то предупреждения о неприятностях тоже облекались форму подтекста. Поймай такого писателя, и он легко отмажется, заявив, что даже близко не имел в виду какую-то гадость в адрес политики партии и правительства. И вообще, надо иметь воспаленное воображение, отравленное тлетворным Западом, чтобы до такого додуматься. Похоже на то, что старые методы начали реанимироваться на какой-то глубине погружения в диктатуру и стали работать. В данном случае речь идет о скандале, который грянул с поставкой иранских баллистических ракет в Наросею. Сам факт поставок не является чем-то скандальным, потому что Иран и так поставляет все виды ракет Хезбалле и Хуситам. Тут ничего нового, но важной стала информация, которая просочилась с одного из путинских совещаний с военными, а именно вопрос о том, можно ли Украине выключить электричество. Отсюда пошли выводы о том, что иранские и северокорейские ракеты Путину нужны для того, чтобы нанести массированный удар по энергосистеме Украины, как бы это ни выглядело. Эта тема уже проговаривается в среде рашистов, и как это обычно бывает, самая упоротая часть требует немедленных ударов по всему, что хоть как-то связано с электроэнергией. А другая аккуратно намекает на то, что именно такое имело смысл делать осенью 2022 года, когда Украина не могла ответить чем-то подобным. А сейчас ситуация уже изменилась и продолжает меняться дальше. И действительно, ВСУ стоят уже в паре тройки десятков километров от рубежей, когда ствольной артиллерией уже можно вывалить всю обвязку ЛЭП Курской АЭС. Плюс к тому, уже прилетели первые дроны по крупным ТЭЦ и газораспределительным станциям, которые подают газ на генерирующие объекты. Понятно, что пока эти удары были пунктирными, и в общем их можно считать демонстраторами возможностей, но на подходе уже более тяжелые средства поражения, сопоставимые с тем, что имеют рашисты. А это значит, что ответ может оказаться зеркальным и ощутимым. Скажем так, Курская АЭС подает энергию на целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса и на металлургические комбинаты, которые выпускают сталь для нужд предприятий, выпускающих вооружение. Ведь современная металлургия работает на электрических печах, и такие заводы являются гигантскими потребителями электроэнергии. Так что даже выведение из строя Курской атомной станции путем остановки реакторов уже приведет к перераспределению энергетического баланса агрессора. А если получится вывести из строя еще и парочку крупных ТЭС, то картина окажется еще более интересной. Понятно, что враг никогда не думал о том, что в отношении его энергетики могут быть применены те же средства, которые он применяет сам. Но всего месяц назад рашисты были уверены в том, что на их территорию не зайдут иностранные войска, тем более ВСУ. Но теперь от такой уверенности не осталось и следа. С другой стороны, противник привык делать упор на то, что он имеет чуть ли не бездонные ресурсы, чего не коснись, и частично это соответствует действительности. Только частично. Дело в том, что системно Советский Союз, а потом и скрепа на Московье после Второй мировой войны не подходили к грани полного исчерпания ресурсов. Разве что при агонии СССР был достигнут предел продовольственных ресурсов. Но все было из-за того, что КГБ и партийная верхушка практически полностью вывезли золотовалютный запас, который могли направить на закупку продовольствия за рубежом. Но это другая история. Все остальное, в частности электроэнергия, всегда считалось нескончаемым и однозначно избыточным ресурсом для собственной экономики. Поэтому, когда речь заходила о том, что ВСУ каким-то образом могут вывести из строя какое-то количество генерирующих мощностей, то лапти самоуспокаивались тем, что уж с чем с чем, а с электричеством у них устойчивость настолько высока, что свалить энергосистему просто невозможно. При этом они аргументировали свою уверенность тем, что значительная часть генерирующих мощностей находится за Уралом, а достать их на таком расстоянии будет проблематично. Раз так, то из этого делался вывод о том, что нанести значительный ущерб именно такого плана невозможно в принципе. И вот на этом фоне стали появляться материалы, которые должны иметь вид холодного душа для совсем горячих голов. И, возможно, для тех, кто имеет возможность все это популярно объяснить с царю, чтобы до него дошли некоторые моменты объективной реальности, а не той, в которой он существует. В этой реальности устойчивость российской энергосистемы выглядит не такой радужной, как это привыкли считать практически все дорогие россияне. В частности, Раша Пресса со ссылкой на министра энергетики Цивилёва опубликовала такое. Пример объединённой энергетической системы Востока в очередной раз показывает, что резервы, созданные в СССР энергетики, исчерпаны. Основная причина – недофинансирование, модернизации оборудования и поддержание его в нормативном состоянии. По его словам, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта ряда теплоэлектростанций. В связи с этим, Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с высокими рисками в электроэнергетике. И тут возникает замечание. Минуточку, у меня все ходы записаны. В смысле, вы же утверждали, что за Уралом у вас просто неисчерпаемый запас генерации, которую можно переключить на замещение тех мощностей, которые могут выйти из строя в ходе боевых действий. А оказывается, что как минимум на Дальнем Востоке не все так однозначно. Но и в центральной части России без учета возможных ударов ВСУ тоже не все в шоколаде. Генеральный директор АО «Трансэнерком», который обеспечивает самый центр на Москве электроэнергии, Шевцов заявил. В энергосистеме Москвы и Московской области работают станции на иностранных газовых турбинах суммарной мощностью 1,7 гигаватта, обслуживание которых затруднено из-за санкций. Отдельной проблемой является физический износ электросетей, который достигает около 70% для распределительных сетей и около 50% для магистральных. А по словам профильного специалиста, который занимается исследованием проблем энергетики, абсолютное большинство объектов крупной генерации современной России – это советское наследие, по сути, отголоски ГОЭРЛО времен ленинской электрификации. Очевидной проблемой, которая является основным источником рисков внутреннего периметра, является высокий моральный износ оборудования. Это, к слову, касается и электросетевого комплекса, который обновляется недостаточно быстрыми темпами. Все это публикует Раша Пресса. А в пабликах специалисты высказываются более определенно и говорят о том, что не понимают, откуда взялась такая уверенность о невыносимой устойчивости энергосистемы РФ. Они считают, что она уже давно имеет усталый вид, и то, что делалось для того, чтобы поддерживать ее в минимально вменяемом состоянии, было основано на закупках импортного оборудования, которое теперь стало недоступно. Так что у лаптей по всей территории европейской части скрепных болот может возникнуть еще один повод для вопроса «А нас-то за что?» Так вот, пока такие вопросы не возникли, сразу могу ответить за то, что конченый московский рейх делает своими ракетами и собирается продолжить иранскими и корейскими. Сегодня рашисты подтвердили свое участие в игре «Кто больше?». Агрессор сообщает о том, что средствами ПВО ему удалось сбить 144 дрона ВСУ над разными регионами Федерации, но особенно над Москвой и Московской областью. На вот сети появились видеоматериалы взрыва дрона, который попал в многоэтажный дом. Правда, ни один ролик не показывает, какой именно это был дрон и не исключено, что это был один из свернувшихся взад шахедов. И тут возникает технический вопрос такого плана, что если они сбили 144 дрона, то что попало в тот дом или налетное поле аэропорта Домодедово, где было остановлено движение самолетов? Эти дроны входят в указанное число сбитых или идут уже отдельной строкой. Если речь идет о первом варианте, то лапти привычно вкладывают какой-то свой смысл в простые слова. Конечно, если дрон сбит при помощи многоквартирного дома, то вопросов нет, все правильно. Или, если они применяют территорию аэропортов для перехвата воздушных целей, то и это можно записать в строку сбита. В любом случае, москвичи сегодня проснулись и увидели кусочек войны. И как можно услышать по репликам за кадром, увиденное им как-то не очень зашло. А я помню, как в первый день широкомасштабного вторжения из Днепра написали «Похоже, у нас уже нет аэропорта». Ну а сколько домов было атаковано за это время, никто даже не может сказать наверняка. И вот это московская публика, которая сегодня билась в истерике, годами смотрела на разрушения в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и других городах, явно радуясь и испытывая гордость за то, что они так могут. И вот теперь прилетело к ним. Что характерно, когда впервые были сняты удары ракетами по многоэтажкам в Киеве, российские фуражки еще оправдывались и рассказывали о том, что на самом деле ракета летела по другой цели. И если бы не работа ПВО ВСУ, она бы не отклонилась от цели и не попала бы в дом. Ну что ж, пора эти сказки теперь своей публике рассказывать. Возможно, это успокоит дорогих москвичей. В самом деле, средствами РЭП удалось отклонить дрон от возможной цели и он влетел в дом. Сапоги сработали красиво, но то, что дом там стоял, это их не касается. Заметим, по КВСУ производят атаки относительно легкими беспилотниками с очень скромной боевой частью. Особых разрушений жилых домов, в частности, монолитно-бетонных, они не могут причинить в принципе. Они отлично работают, когда попадают в цель, которая сама способна активно гореть, как емкость с топливом, на нефтебазе или взрываться, как артиллерийские склады. А вот самостоятельно устроить какой-то крупный эффект не могут. Другое дело крылатая ракета, в которой на порядок больше боевой части и тем более баллистическая ракета, которая наносит разрушение не только от в 20-30 раз более массивной боевой части, но и за счет кинетической энергии, обусловленной высокой скоростью полета перед встречей с целью. Мы все это наблюдаем уже более двух с половиной лет, если не ежедневно, то через день. А вот, дорогие москвичи, посмотрели на это не по телеку и оказались как-то неприятно удивлены. В самом деле, их радует, когда они нечто подобное видят по телевизору, где им показывают репортаж из только что атакованного Киева. Это ведь подпитывает их чувство величия. А вот, когда прилетают по соседнему дому, и они это видят из окна собственными глазами и слышат довольно неприятные звуки, это им как-то намекает на то, что война примерно так и выглядит, но все равно их не покидает вопрос. А нас-то за что? Взрываться должно где-то далеко, а они должны все это смотреть по телевизору, под кохве или пиво. В общем, безобразие. Но не менее удивленной оказалась публика в том же аэропорту Домодедово. Там что-то горит прямо рядом с самолетами, а они возмущаются тем, что их рейс задерживают на 7 часов. То, что у нас рейсы задерживаются уже на 2 года и 7 месяцев, они как-то не знают. Да и неинтересно такое. Это ведь никто так и не ввел на европейскую часть на Москве бесполетную зону. А раз так, то вроде бы и войны нет. Но вот сегодня картинка оказалась не очень приятной, и это их раздражает. С другой стороны, они же верят своему телевизору. Так пусть продолжают верить и дальше, не размазывая сопли по морде лица. Сказано, сбито 144 дрона. Сидите, радуйтесь, как делали это вчера и позавчера. Все хорошо. Да, немножко смердит дымком. Да, бабахнуло что-то громко. Да, отблески пламени как-то беспокоят. Но военные сказали, все хорошо. А Пуэлло сказала, что все по плану. Значит, так оно и есть. Не могут же такие мелочи поколебать веру в телевизор. Там просто не сообразили, что надо было запустить по ТВ гипнотизера-экстрасенца с командой спать. Было бы вообще все хорошо. А так несознательная публика понаснимала всяких гадостей и вывалила все это в сеть, чем явно испортила бодрый тон Коношенкова, который лично все сбил своими медалями и погонами. Телевизор как средство массового поражения. К сожалению, с телевизионной иглы не слишком просто сдернуть упоротую публику даже вот такими зрелищами и по нашей пропитанной зеленью телемассовки мы это прекрасно знаем, но у лаптей имеется некоторое внутреннее отличие восприятия телевизора. Дело в том, что каждый лапоть, взирая на то, в каком дерьме он живет и за какое дерьмо его держит любая власть, возделывает внутри себя точку дзен, переходящую в точку джи, где у него живет величие. Он считает, что его все боятся, что он страшный и сильный. При этом он как-то не замечает, что избыток его величия тут же стекает по ногам в обувь, если вдруг встречает кадровцев, а теперь и в СЛ. Тем не менее, тут все просто. Удали эту точку из него и на том он кончится в принципе, потому что останется все то, что имеет прямое отношение к объективной реальности, а именно он сам, Г, вокруг него, Г и ничего кроме Г в его житии нет и не будет. Ну а телевизор закачивает его избыточными порциями величия, чтобы эта точка не схлопнулась. И чем больше доза того, что идет из телека, тем дальше все это от объективной реальности. В итоге, вот такая массированная постоянная обработка мозга телевизором практически отрезает пациента от реальности, а такие события, которые развернулись прямо сегодня в Москве, как раз и вышибают эту точку дзен. То есть речь идет не столько разрушения канона параллельной реальности, который постоянно поддерживает Симонян-Соловьев и прочее, а о том, что удар был нанесен, минуя кокон и прямо в эту самую точку, персональное место опоры Лаптя. Ведь дорогие москвичи могли спокойно взирать на эвакуацию из Курской и Белгородской областей, или как Пуйло бомбит Коренева, но всегда были уверены в том, что Москва-то уж точно на замке, и поэтому они вполне могут показывать средний палец всем, кто находится за ее пределами. А все потому, что они особенные, и величие у них произросло самое отборное и крупное. А оказалось, что не все так просто. Теперь они поняли, что прилететь может и туда. Более того, если не прилетало год или два года назад, то это всего лишь означало, что у ВСУ не было возможности добить до Москвы, а ее особо защищенный статус это такая же легенда, как и сказки о Величии. Автомат. И если речь зашла о Величии, то оно у Лапте имеет свои материальные атрибуты. Одним из них всегда являлся автомат Калашникова. Здесь мы не станем погружаться в историю его создания, потому что делали это уже не раз, а обратим внимание на современные реалии. Далее приведем найденный сегодня материал, а сейчас просто напомним о том, что в Советском Союзе был такой постулат. Что бы ни начали делать, в итоге все равно получается автомат Калашникова. Ну а далее текст. Очередные сопли российских оккупантов по поводу АК-12, на этот раз СМ образца 2023 года. Помнится, еще в не таком уж далеком 21-м писал о том, что АК-12 это хлам, предназначенный не для войны, а для пилева бабла. Тогда многие меня обвиняли в предвзятости, и ладно уж, российские боты и диванные эксперты, но даже, как ни странно, специи. Как же можно недооценивать измененный диоптрический прицел, а саунд-модератор для ДТК, режим стрельбы парными это очень полезно, а щечкам, как стало комфортно, и даже предохранитель двусторонний. А по факту, все эти понты после отстрела одного-двух рожков сыпятся в хлам. Автомат оказался настолько хрупким, как по материалам, так и по сборке, что в ходе активного применения рассыпается буквально в руках. И, казалось бы, за время активной эксплуатации АК-12 его можно было бы сделать лучше. Но нет, новые автоматы, такое крошащееся в руках гуану, как среднестатистическая коровья лепешка, которыми так любят россияне друг в друга метать. Что тут скажешь, автомат, принятый на вооружение российской армии в 2018 году, не смогли даже сделать более-менее нормальным, имея в наличии базу АК-74. Да, это поколение даже скопировать не может нормально. А что говорить о создании с ноля чего-то нового и более сложного, чем банально автомат. Это пусть и специфический, но тоже удар по величию. Не очень красная линия. Пренебрежительное отношение Путина и его военных к тому, что ВСУ контролирует часть Курской области и продолжают постепенно откусывать все новые, пусть и небольшие участки, все же дошло до своего предела. То там, то здесь начинают срываться военкоры или какие-то пафосные вояки, которые матом начинают рассказывать о том, что дед обделался и что Курская область несмываемый позор со всей армией. В частности, такое написал военкор, известный под псевдонимом Тринадцатый. И, между прочим, ни он первый, ни он последний. Комбинация, разработанная путинским аналогом Ермака Кириенкой, суть которого сводилась к игнорированию темы, хоть и предала населению апатии, но не решила проблему. Как оказалось, очень часто апатией прикрывается глубоко уязвленное чувство победобесия. которое стало у лаптей главной скрепой. И вот оно вырывается в самых неподходящих местах, а самое неприятное для кремлевцев, что вот такие всплески наподобие Тринадцатого тут же находят сочувствие у крепостных. Про уголь. Сегодня мы уже упоминали о том, что министр энергетики РФ Цивилев рассказал о том, что генерирующие мощности на Москве находятся в плачевном состоянии и что если в электроэнергетику не вкладываться как следует, то в ближайшее время можно ожидать от этой отрасли чего угодно. Но, как оказалось, примерно то же самое, по его мнению, ожидает еще одну отрасль народного хозяйства. Так, угольные компании в 2024 году столкнулись с резким ухудшением финансового положения. По его словам, в первом полугодии доналоговая прибыль угольной отрасли обвалилась на 97%, то есть более чем в 33 раза. Кроме того, он заявил о том, что угольщикам больше не по карману дополнительные налоги, которые правительство ввело для отрасли в 2022, чтобы наполнить военный бюджет. Речь идет об экспортной курсовой пошлине, сообщил Цивилев, она была призвана изъять сверхприбыли, которых у отрасли больше нет. И это еще он ничего не сказал про газовиков. И о погоде. Начало осени традиционно связано с периодом штормов на Черном море. А как известно, наши безэкипажные катера-брандеры имеют низкую осадку и очень хорошо чувствуют себя в штормовом море. Плюс к тому, высокие волны скрывают их от радаров и других средств обнаружения. То есть они могут подойти к цели практически незамеченными. Начинается сезон охоты. сезон сезон Субтитры создавал DimaTorzok